Равнодошно пройти мимо этого стенда практически невозможно. Самая вкусная экспозиция у Краснодарского края. Овощи, фрукты, сыр, вина и, конечно же, хлеб. Агропромышленный потенциал Кубани занял больше сотни квадратных метров. Без лишней скромности каждый регион сегодня хвастается своими достижениями в сельском хозяйстве. В Краснодарском крае это прежде всего богатые урожаи. Рекордные цифры по сбору зерна. Знаменитый кубанский рис. 80% этого злака выращивают именно в нашем регионе. А на сахарные заводы планируют отправить более 10 миллионов тонн свеклы. Но все так же остро еще стоит вопрос с отечественной селекцией. О проблемах говорить на выставке хоть и не принято, но замалчивать их нельзя, считает Вениамин Кондратьев. На импортных семенах мы отечественные овощи ни в коем случае не взрастим. Поэтому нам нужны, конечно, наши отечественные семена. Для Кубани представлено подсолнечник, кукуруза и, конечно же, свекла. У нас сегодня работают все сахароперерабатывающие заводы. Работали на нашей свекле. А на нашей, это значит, и семена должны быть тоже наши. А сегодня это приоритет. Приоритет для Кубани, я думаю, приоритет и для России. Чтобы кубанские поля засеивали только отечественными семенами, краевые власти решили пойти по пути государственно-частного партнерства. Такую идею глава региона озвучил председателю правительства. Стенд Краснодарского края Дмитрий Медведев посетил одним из первых. Селекция семян, она у нас автоматичная. Эту проблему вы знаете, вы лично контролируете. И мы хотим по принципу угасаться частного партнерства. В системе Федерального агентства научных организаций есть госпоприятия, которая находится у нас в крае. Раньше, но когда-то в советское время занималась. Сегодня, конечно, не занималась. Значит, партнеры о чем говорят? Что они готовы вложить 2 миллиарда рублей, плюс аренда земли, которая находится у госпоприятия. По замену мы имеем семейный фонд, который будет государственным. Я не возражаю. 99. На основании подготовьте. Развращение к правительству. Кстати, инвесторов для различных проектов сельского хозяйства привлекают здесь же. Это еще одна цель золотой осени – составить площадку для диалога власти и бизнеса. Мы открыты для инвесторов. Мы продемонстрируем здесь, демонстрируем проект инвестиционный. Один из проектов – это строительство тепличного комплекса и логистических центров. Это единый комплекс, который позволит собрать рабочих мест более двух тысяч. Это для нас тоже важно. Обеспечить местами селян и создать для них все условия – это еще больше приоритет, считает Вениамин Кондратьев. Ведь все сегодняшние достижения в сельском хозяйстве – это прежде всего заслуга людей, которые работают на земле. Самое главное, наверное, сегодня у нас богатство на селе – это люди. Селяне, как их называют, они должны жить в нормальных условиях. В условиях не хуже городских. Об этом сегодня говорил и премьер-министр России Дмитрий Андреевич Медведев. И мы сегодня должны создать им условия комфортные до жизни. Это возможность сельским детям ходить в детские сады, школы, качественное медицинское обслуживание и занятие спорта. Вот все эти составляющие должны быть неотъемлемой частью сегодняшнего села. Тружеников земли и аграриев отметил Дмитрий Медведев. За вклад в развитие сельского хозяйства премьер-министр вручил медаль за заслуги перед Отечеством второй степени ректора Кубанского аграрного университета. А доярка Надежда Бабкова из Белоглинского района получила звание заслуженного работника сельского хозяйства России. После церемонии награждения призналась – ни за что не променяет свой родной хутор на мегаполис. К каждому свое. Город свое, в селе свое. Привык и все. Не знаю, для меня лично в деревне. Город приехал, посмотрел, поехал. А жить в деревне. К Краснодарскому стенду гости проявляют особый интерес. Опыт Кубани, например, в развитии рисоводства, готовы перенимать даже в республике Сьерра-Леоне. Рассказывать же о достижениях и искать партнеров на золотой осени. Регионы будут до 8 октября. Мария Крошина, Денис Перец, Кубань, 24, Москва.